Здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем канале. Итак, перед вами черешня, которую не так давно я выставлял обрезку этой черешни. Снижаю крону я постепенно, чтобы сильно не терять урожай. А именно, то есть вначале вырезаю центр, раскрываю. Через год-два начинается заполнение этого центра, тогда начинаю ужимать ветви. Все обрезки, как обычно, во всех деревьях я делаю с учетом перевода. К примеру, эту ветку вырезаю на боковую. Мелкие побеги не укорачиваю. Я, если обрезаю, то обрезаю именно на перевод. Вот эту вот вырезаю, к примеру, а этот побег оставляю. Убрав боковые ветки, ужал тоже с переводом, у нас получилась такая как бы чашевидная форма черешни. Высота этой черешни 2,5 метра. Обычно до полуметра однолетний прирост не трогаем. В основном оставляю мелкие побеги для того, чтобы был основной урожай. При обрезке побольше мелких веток до полуметра оставляю. Такая форма позволяет более удобно собирать урожай, обрабатывать и так далее. Также и вишня, о которой я показывал и обрезал. Все однолетние побеги, они с бутонами. При обрезке часто оставляю именно молодые побеги. Сохраняю урожай. Также хочу отметить, деревья, которые обработаны с мелом, в данном случае персик, я не нахожу на листьях курчавость. Это обезопасит ваше дерево от курчавости, когда еще не отцвело, а уже болеет курчавость. Также меня спрашивали, если обрезать по цветению или обрезать рано. В данном случае этот персик был обрезан рано. Этот персик был обрезан рано, то есть еще до распускания почек. И тоже был забелен, был обработан бордовской смесью с большой концентрацией, в данном случае, мела. Тоже самое не наблюдается. Курчавости и персик уже цветет от цвета. А вот этот персик не обрезали, специально, чтобы вам показать сравнение. Значит, просто была летняя обрезка, сейчас не обрезали и не обработали мелом, то есть бордовской смесью с усиленным содержанием мела, специально, чтобы вам показать разницу. Итак, видите, курчавость пошла, курчавость пошла. Но здесь то же самое, курчавость, курчавость. Срочно нужно здесь обрабатывать, если температура прохладная, то хорусом, если будет сильно жарко, то скором. И еще, кстати, есть разрывы. Если обработал бордовской смесью с большим содержанием извести, не было бы курчавости, вы только что убедились. Насчет цветения. Есть ли разница в том, что если не обрезать персик очень рано, то это отодвигает цветение. В данном случае я с этим согласен. Разница в несколько дней, 3-4 дня. То есть те обрезанные персики, они цвели, на 3-4 дня начали цветение. Этот персик начал на 3-4 дня позже. То есть все же с ним влияет ранняя обрезка на начало цветения. Насчет этого нужно ли прореживать потом плоды. Это лучше. Лучше тем, что если два плода здесь завязались, они друг друга могут выпирать. То есть лучше один потом убрать. То есть можно прореживать. Я обычно просто делаю нормировку урожая при цветении и все. Не выламываю, просто на это нет времени. Поэтому не произвожу выломку плодов. Также на персик, что можно привить, опять же отвечу на вопрос. Другие сорта персиков. Также вот красное мясо алыча уже цветет. И сливы и так далее. Итак, пообрезаем. Значит, здесь у меня привит. Другой персик. Так я обрежу. При обрезке, во-первых, я отгибаю ветки, чтобы они хорошо держали урожай. Поэтому иногда я корректирую. Вот так вот. Низ убираю. Оставляю где-то 9 почек. Ну, примерно. Другую веточку. Одну коротко. Одну оставляю более подлиннее. Одиночные от 3 до 5 почек обрезаю. Маленькие на 1-2 до 3 почек обрезаю. Здесь на плодоношение ставлю этот побег. Укорочу на 2 цветочных цветка. На побег, чтобы в следующем году его оставить. А этот плодоносивший убрать или укоротить. Ну, в общем, так происходит прореживание при цветении. Чаще люди, наоборот, жалеют, что ой, столько цветочков и жалко обрезать. Лучше не жалеть. Тоненькие побеги на 3-4 цветочка. Всего лишь укорачиваю. Вот так перепрививаю. То есть, летом привил. Сейчас весной укоротил. На этом дереве получается и прививка, то же самое и здесь. И прививка, и обрезка. Все вместе. Персик любит короткую обрезку. То же самое здесь. Остал несколько всего будущих плодов. В такой ситуации я обычно центр вырезаю из двух оставшихся. Один коротко, один подлиннее на плодоношение. И так, в принципе, по всему дереву. Длинные ветки, которые могут свисать под нагрузкой урожая. Обрезаю. Оставляю один маленький, один подлиннее. Один маленький, один подлиннее. Одиночные, тоже коротко обрезал. Вот после обрезки персик так не обельчает. Формировка урожая влияет на крупность плодов. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями, близкими и знакомыми. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok